Я с удовольствием предоставляю слово нашему первому докладчику, это Александр Ильич Иваницкий, с докладом про письмо отцу Франца Кавки как мотивный ключ к билетристике этого замечательного писателя. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Ксения Олеговна, за то, что вы за меня озвучили уже тему. Заранее прошу прощения, я постарался в связи с регламентом максимально ограничить цитаты, и тем не менее, заранее прошу прощения за их вынужденное сохраняющееся обилие. Но Гламент, согласен, совершенно превыше всего. Итак, в 1919 году Франц Кавка пишет свое ставшее знаменитым огромное по объему около 120 рукописных страниц и так и не переданное адресату письмо отцу, первая публикация, 1953 год. В нем писатель не только суммирует свои взаимоотношения с отцом, но ретро и по факту перспективно, то есть на будущее, представляет их ключом к смыслам его прозы и самой мотивации ее создания, включая мотив непреодолимой удаленности от адресата. Цитата. «В моих писаниях речь шла о тебе, я изливал в них свои жалобы, которые не мог излить на твоей груди». Конец цитаты. Этим Кавка как будто бы обнуляет художественную самодостаточность своей билетаритики, делая простой метафорой задокументированных родственных отношений. Но их суммирование в письме паспудно приходит не просто к обобщению в качестве некоего извечного закона, но к мифологизации. Телесно распространяя отца до пределов карты мира, соответствующий пассаж будет ниже приведен, Кавка неявно олицетворяет добытый обобщением закон, замыкая его на всесильном патроне. В этом и видится мифологизация. В таком контексте билетристика Кавки уже не иллюстрирует его отношения с отцом, а выступает производной той фундаментальной реальности, которую Кавка обретает в ходе обобщения этих отношений в письме. Априори, отдельному рассмотрению подлежат в этом плане два главных романа Кавки, предваряющие письмо «Процесс» 2014 года и на следующий ему «Незаконченный замок» 2022 года, заведомо выходящий за пределы этого красного сообщения, которые эпически разворачивают заложенные в письме мотивы соответственно недоступности и неотвратимости мифологизированной отцовской власти. Между тем, почти буквальный повтор одного пассажа в письма в программной притче «Как строилась китайская стена» 1917 года, также опубликованной впервые по смерти в 1930 году, позволяет взглянуть на эту притчу как на некий свернутый свод этих мотивов замка и процесса, пронизывающих письмо исповедь. Так, осмысляя отношения с отцом, как предопределившие его судьбу, Кавка признается, что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и рассудка. И такое же соотношение бытия и сознания вассала и сюзерена, как части и целого, отмечается хронистом китайской стены, применительно к пекинской власти и ее подданным строителям, чье углубление в замыслы начальников дальше определенного предела, цитата, «затопит безумца, как разлив в весенние реки». Следует иметь в виду, что притча о строительстве стены выступает сюжетно с пословым центром целого ряда мотивно предваряющих, детализирующих, либо продолжающих ее миниатюр писателей, опубликованных при жизни или посмертно. Это отклоненное ходатайство 13-го года, стук в ворота 17-го, ходатай, императорское посольство также 17-го. И последнее, это к вопросу о законах 20-го года и того же года рекордские, соседняя деревня, рекордские наборы, экзамен и некоторые другие. Вместе они образуют своего рода философско-исторический гипертекст. И повтор фрагмента в его узловой части ставит вопрос о том, как мифологизация отца задает и направляет, пусть имплицитно, как задним, так и передним числом, кавковскую философию государства и истории. Для этого прежде всего следует проследить, что же обобщается Кавкой в его письме отцу. В сознании юного Франца тот предстает в первую очередь воплощением личностной полноты, недосягаемой вершины, цитата, по силе, здоровью, аппетиту, громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувство превосходства над всеми, выносливости, присутствие духа, знанию людей. Все эти свойства почти не знают границ и сопряжены, цитата, со всеми свойственными этим достоинством слабостями, которым приводит твой темперамент. Номинально в этих чертах отца сын видит проявление рода, того, что отец, в кавычках, истинный кавка. Однако заведомо невозможно представить, что у отца, в абсолютной мере наделенного всем человеческим, безмерно превосходящим в этом детей и задающим для них общечеловеческую меру этих свойств, мог быть отец, в свою очередь, столь же превосходивший во всем этом его самого. Это фактически превращает отца в сознании сына, в своего рода праотца, ровесника, а затем и создателя мира, что с самого начала письма обозначается заглавными буквами всех относящихся к отцу личных и протяжательных местоимений второго лица. Ты, тебя, твоим, о тебе и так далее. И именно безмерная пропасть между сыном и отцом не только в личностном масштабе, но и во времени и обусловливает неспособность сыновниц, цитата, памяти и рассудка осмыслить до конца связь между ними. Сына такой богоподобный первоотец воспитывает не только в соответствии с собственным характером, цитата, силой, криком, вспыльчивостью, но и по своему образу и подобию, цитата. Ты подбадривал меня, когда я хорошо салютовал и маршировал, когда я был в состоянии плотно поесть, выпить пиво, подпевал за другими непонятные мне песни, повторял твои излюбленные выражения, цитата. И не просто, как своего рода соратника по воинской дружине, смелого и сильного юноши, словами Хавр, но готового в силу полного подобия отцу противостоять и ему самому, цитата. Если бы я меньше слушался тебя, ты наверняка больше был бы мною доволен. Человеку твоего склада, твое воспитание наверняка пошло бы на пользу. Таким образом, сын, таким большим сыном отец стремится распространить в письме во времени свой антропологический абсолют. Но та же абсолютная воля к жизни, как власти, рождает в отце, в понимании и описании сына, противоположное стремление навсегда оставить его при себе. Именно поэтому потенциально вполне логичное желание взрослеющих детей, цитата, вырваться из дома, по убеждению Кавки, цитата, отец назвал бы неблагодарностью и сумасшествием, по-еврейски, мишуге. С одной стороны, ты, приводя примеры, рассказывая стыдия, побуждал к этому, с другой, строжайше, это запрещено. Кавка уподобляет это детской игре, цитата, когда один держит руку другого, а сам кричит, почему не уходишь? Ты с давних пор говорил, уходи же, но удерживал меня самой своей натурой. Конец цитаты. Социальным орудием такого удержания детей при себе становится ненужность повторения имя отцовского пути в уже построенном им мире, цитата. Рассказы о преодоленных испытаниях могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, какие перенес отец. Но ты вовсе не хотел этого. Благодаря твоим усилиям возможность отличиться таким же образом от пари, поэтому я могу благодарить тебя за все, только как нищий, но не делом. Конец цитаты. Психологически такое бессрочное удержание потомства в своей области власти предполагает желание не продолжиться во времени, а остановить его в соответственное время взросления для детей и старения для себя, сделав тем самым бессрочной собственную жизнь. Явной или ассоциативной базой для кавки автора письма мог стать европейский просвещенный абсолютизм, потом это перейдет из подтекста в текст, в доктрине которого король фактически представал богом, заново творящим прекрасный мир. Титулом отец отечества, патер-патрия, титул отец отечества под творящим прозрачно подразумевал рождающим, делая монарха праотцом. И это генетически ренессансное стремление во властитель и деспоте было обусловлено именно избытком жизненной силы, которая в письме к отцу предстает именной кавковской цитата «волей к жизни, деятельностью, завоеванием». Конец цитаты. В любом случае, именно в этих смысловых координатах сын описывает отца как суверенно-правовой нормы для детей, стоящего в то же время над этой нормой и этим превращающего потомство в вечных подданных. Все, что цитата «все, что ты выкрикивал мне, было небесной заповедью, но ты не придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня». О качестве еды говорить не полагается, однако ты сам часто говорил, что кухарка испоганила ее. Кости грызть нельзя, а тебе можно. Чавкать нельзя, тебе можно. Ну, другие примеры я опускаю. Исторические метафоры этой коллизии выглядят упомянутые в начале эссе к вопросу о законах. В роли отца здесь выступает правящая в стране аристократия. Она хранит тайну происхождения законов, действующих в стране с незапамятных времен, будучи сама свободна от них. Из этого хранист делает вывод, что законов, возможно, никогда и не было, а аристократия не только была прежде законов, но и сама является ими для сменяющих всепоколений подданных, тем самым выступая их прародителем. А ее формальная множественность – это маска единой бессмертной персоны, какой в письме выступает отец-самодержец по праву про отечество. «Ты приобретал в моих глазах ту загадочность, какой обладают все тираны, чье право основано на их личности, а не на разуме. Сидя в своем кресле, ты управлял миром». При этом вертикальное обращение отцом нормы на подданных домочадцев оправдывалось самим отцом тем, что за ее пределы последовательно выдвигался мир в целом. «Ты мог ругать чехов, немцев, евреев не только за что-то одно, а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме тебя». Это ставило отца патрона выше дискурсивной нормы. «Ты сам достиг так многого, что испытывал безграничное доверие к собственным суждениям. Для тебя не обязательно было быть последовательным. Случалось, что ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу, но это значило, что всевозможные мнения неверны». В свою очередь, столь же абсолютная телесная мощь на фоне собственной бестелесности и худосущности превращала сына в собственных глазах в негативную матрицу отца. «Меня подавляла сама твоя телесность. Я вспоминаю, как мы раздевались в одной кабине». На пляже имеется в виду. «Я худой, слабый, узкогрудый. Ты сильный, большой, широкоплечий. Я казался себе жалким не только в сравнении с тобой, но в сравнении со всем миром, ибо ты был для меня мерой всех вещей». В качестве матрицы негатива отца сын разуверяется в своем собственном существовании. «Я каждую минуту нуждался в его подтверждении. Ничто по-настоящему бесспорно не принадлежало мне». Самого же отца божественно абсолютная мера человечества превращала исповелителя мира в мир как таковой. Вот пассаж, о котором я упоминал в начале. Цитата. «Мир состоял только из тебя и меня. Иногда я представляю себе разосланную карту мира и тебя, распростертого поперек нее. И тогда мне кажется, будто для меня речь может идти только о тех областях, которые либо не лежат под тобой, либо находятся за пределами твоей досягаемости. А их, в соответствии с моим представлением о твоем размере, совсем немного». Конец цитаты. «Это превращает сына в собственных глазах из фиктивного негатива отца в негатив мира. Поэтому физическое вырастание кажется ему не только фиктивным, но и опасным, поскольку выходит, по сути, за пределы физического мира в целом. В итоге Франц, по сути, сознательно останавливает свой телесный рост». Цитата. «Я вытягивался в длину, но не сдал, что с этим поделать. Тяжесть была слишком большой и я стал сутулиться. Я едва решался двигаться, тем более заниматься гимнастикой. Оставался слабым. Всему, чем я еще обладал, я удивлялся как чуду, например, хорошему пищеварению. И этого было достаточно, чтобы потерять его». Но знание своей телесной фиктивности делает невозможным для сына освобождение от отца через брат, для которого нужна, но по определению недостижима, как раз личностная полнота отца. Цитата. «Все хорошее и плохое, органически соединенное в тебе, сила и презрение к другим, здоровье и неумеренность, дар речи и заторможенность, уверенность в себе и недовольство всеми остальными, чувство превосходства и деспотизм, знание людей и недоверие к большинству из них». В то же время брак и продолжение отцовского рода всецело подвластным и потому неотчуждаемым карликом сыном немыслим и для самого отца, поскольку знаменует его собственное неуправляемое вырождение. «Позор, который ты навлекаешь на меня», цитата, «для тебя ничто в сравнении позора, который я, по твоему мнению, навлеку на твое имя своей женильбой». Сын понимает эту причину, признавая, что и для него, цитата, «был бы невыносим такой безмолвный, глухой, черствый, слабосильный сын». То есть, замкнувшись на одном колене, мифологическое вырождение великанов-карликов должно и замкнуться на нем. В то же время матричная ничтожность сына в отношении мира в целом парадоксально отодвигает его от патрона отца на расстояние, равное миру, который делится на три части. Первый мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня и которые я никогда не сумею собрести. В другом мире, бесконечно от меня далеком, жил ты, повелевая, приказывая негодуя. И третий мир, где жили остальные люди, свободные от повиновения тебе. Это соответствует подспудному желанию самого отца, не желая отпустить от себя свою негативную тень. Всесильный отец-хозяин в то же время не в силах видеть ее перед собою, как отражение зеркала своей отцовской несостоятельности. Результат твоего воспитания и моей покорности тебя оскорбляет. Непроизвольно ты отказываешься признать его результатом твоего воспитания. Ну, наиболее известный мотив неведомой врожденной сыновной вины развернут в новелле «Приговор» до Сутая 12-го года, где сын узнает от любимого отца, но я не буду подробно перечислять, от престарелого и разгневанного отца об ужасающих грехах, низостях и проступках, которые он совершал в течение жизни, но не догадывался о них. И под гнетом неизбывной вины сын бросается с моста, обращаясь с последним словом к отцу, милые родители, и все-таки я любил вас. Но в мифологическом измерении письма отцу смерти нет, поэтому бессрочное царствование и жизнь отца предполагают столь же бессрочное пребывание сына под ним. Поэтому дома отец превращает телесную негативную матричность сына и, соответственно, пропасть между ними в моральную. Посоветовав тому сходить в публичный дом, отец, по убеждению Франца, цитата, «сам оставался бы вне своего совета, и поскольку мир состоял только из тебя и меня, чистота мира закончилась на тебе, а с меня началась грязь». Но та же безмерная удаленность отца, Бога, укрепляет в сыне желание как раз вечного пребывания в области власти отца в качестве вечного, но хотя бы иногда любимого ребенка. Он снова и снова вспоминает, цитата, «когда ты во время моей последней болезни зашел ко мне, остановился на пороге, вытянул шею, чтобы убедить увидеть меня в кровати и, не желая меня тревожить, только помахал мне рукой. В таких случаях я ложился и плакал от счастья. Плачу и теперь, когда пишу об этом». И именно будучи недостижимо отдален и отделен от сына в качестве вечной мечты, отец становится единственным и постоянно воображаемым им задушевным собеседником-оракулом, целиком заполняя сыновнее сознание. Поэтому инсценируемая Кавкой в финале огромного письма отцовское возражение на него, цитировать я его, конечно, не буду, он пишет Кавка, «исходит не от тебя, а от меня. Даже твое недоверие меньше, чем мое недоверие к себе, а его во мне воспитал ты, то есть отец, второе и главное сыновнее я». Как видим в письме отцу, Кавка неявно мифологизирует не его как такового, а обретаемый в результате осмысления отношений с отцом «извечный закон драматического противостояния рождающего и рождаемого начала». В рамках этой системы Кавка обнаруживает в отце два противоположных стремления. С одной стороны, продолжится в подобных себе детях и навсегда удержать их в своей области власти, увековечив вместе с нею свою жизнь. С другой, добившись этого, отец тяготится со присутствием сына карликового антипода и стремится максимально отдалить его, не отделяясь от себя и не выпуская из своей области власти. В этом контексте притчи и миниатюры о строительстве китайской стены и предстают мифоисторическим продолжением письма. В них уже государственная власть получает подспудные отцовские признаки, собреженные с виденными нами проблемами, и находит их единственное возможное, опять-таки, государственное решение властвует над нисходящими ступенями как поколениями, не отделяя их от себя, но и не соприкасаясь с ними. В самой притче о строительстве стены Пекин, столица безгранично простирающейся империи, абсолютно недостижим для провинциальных обитателей безбрежного Китая. Цитата. Так обширна наша страна, что никакой сказки не охватить ее. Едва удается небу дотянуться от края до края, и Пекин на ней только точка, а дворец императора точечка. В следствии этой обширности кочевникам, для защиты от которых якобы и строится стена, по убеждению хрониста никогда не добраться до внутренних покоек под провинцией Китая, они просто расставят в воздухе. При этом абсолютность пекинской власти отчетливо связывается с ее генеалогией. Хронист полагает, что, цитата, «руководство стройки существует с незапамятных времен, и что руководители существовали исканьи, и решение построить стену тоже, конец цитаты». То есть строители же по проотечественной воле начальников распространяются не только во времени, но и в пространстве строительством стены. Тем самым, каждое поколение китайцев-строителей живет одновременно со всеми предшествующими и последующими поколениями, но только в своем пространственно-временном континууме, отмеренным очередным участком стены. Так, селянину, 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 жителю, короче, «не хватит жизни, чтобы доехать до соседней деревни в одноименной миниатюре, поэтому та отмечает собой рубеж жизни уже следующего поколения как растительного побега, не способного к побегу ни от старшей ветви, ни от ствола в целом». Фактически, это делает олицетворенный центр и властителя своего рода растительным тотемом, где нисходящее колено, то есть ветвь, это часть восходящего. Поэтому каждая последующая ступень удаления от властного ствола короче предыдущей и вторично по отношению к ней. Движение в государстве дереве так же одномерно, как и время, и потому только центробежно. Для нисходящих ступеней поколений движение к центру Пекину тождественно движению назад, во времени, и потому невозможно. И узнавание, так и движение, возможно только от находящегося в безмерной дали властного центра к убывающей периферии. С одной стороны, цитата, начальники знают нас, они видят, как мы сидим все вместе в низкой хижине, и молитва, которую вечером глава семьи читает в кругу близких, им приятно или неприятно. С другой стороны, сознание низшей ступени ветви такая же часть, восходящая, как сама эта ступень. Поэтому чрезмерное углубление подчиненного в замыслы начальников затопит безумца, как разлив реки, как в письме, чрезмерное углубление сына в отношении с отцом. Такую нормативную непостижимость собственной службы равной жизни обнажает миниатюра экзамен. Низший чиновник считается сдавшим квалификационный экзамен именно в силу того, что он не понял ни одного вопроса и что это вообще был экзамен, а собеседник-экзаменатор, поскольку дело происходило пивной. При этом по мере удаления от центра ствола нисходящих поколений ветвей становится все более подсудной. Но этот фрагмент я с вашего разрешения упущу. Однако, как и в письме отцу, именно недостижимость и отсюда непостижимость олицетворенной власти, недостоверность любых сведений о ней искажается многократной передачей в пространстве во времени, приводит к тому, что образ власти заполняет, как и в письме отцу, сознание подданных целиком. Чем дальше они от нее физически, тем ближе душевно. и поскольку реальную власть замещает ее воображаемый образ, с которым подданы находятся в непрерывном, пожизненном и столь же воображаемом диалоге. Абсолютной и божественной власть делает именно ее абсолютная интимность. Народу никак не удается извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора цитата и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди, которая только и жаждет хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться. Новеллы «Рекрутские наборы и отклоненное ходатайство» как раз и показывают, что за пределами стремления иерархического низа является за пределом стремления иерархического низа является душевное приобщение, приникание к властному центру, именно без приближения к нему, поскольку задушевность отношений обусловливает именно их воображаемый характер. обитатели богом забытой деревни каждый год собираются в день подачи ходатайств либо рекрутских наборов, заранее зная, что им будет отказан. Тем не менее, они всякий раз волнуются и ухищряются, как в первый раз. И миг отказа либо изгнания для них это желанное мгновение экстаза, то есть прямого соприкосновения с мистическим властным центром, прекрасным именно своей недостижимости. Как видим, Кавка де-факто соотносит себя в китайской стене с самой пространственно отдаленной и духовно приближенной к Пекину деревне империи, никак не соприкасающейся с целым, а являющейся его мельчайшей частью. Это позволяет поставить вопрос, как представляется, о фантастичности прозы Кавки как таковой. Не скрою, что на этот вопрос меня вдохновил во многом недавно прослушанный доклад Сергея Николаевича Зенкина у нас в Гилла фикциональности художественной прозы. Так вот, с одной стороны, Кавка в собственных глазах не противостоит реальности как аналитик, а принадлежит ей как пленник. Поэтому он по умолчанию не видит ее целиком, этого целого, а ее проявления этого целого становятся заведомо неопознаваемыми для него. С другой стороны, реальность для него важнее, чем для любого в кавычках реалиста, поскольку фиксация ее неопознаваемых проявлений это фактор его физического, безальтернативный фактор его физического и психологического выживания. Для читателя же, осознавшего себя в той же позиции пленника праотечественного бытия, что и Кавка, то есть согласившийся с его художественным анализом реальности, фантастикой автоматически становится его прежняя рутинная картина мира, не учитывавшая эту реальность. И кроме того, на этом я заканчиваю, китайская стена возможно проявляет некоторые особенности мифологизации реальности писателям нового времени. В отличие от своего архаического предшественника, он, в данном случае Кавка, учитывает в этой мифологизации свой интеллектуальный и социальный опыт человека нового времени. И в результате история и социальная современность становятся не метафорами мифологизируемой реальностью, а ее продолжением и возможным продолжением. Спасибо. Огромное спасибо за такой интересный доклад и отдельное за четкое следование регламента. Это позволяет нам обсудить доклад. Коллеги, будут ли вопросы или комментарии? Можно, как всегда, задать вопрос голосом, можно поднять живую руку, поднять виртуальную руку, она находится под списком участников, кнопка поднять руку или можно в чат написать, если вам комфортнее. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста, Наталья Георгиевна. В таком случае, спасибо за очень интересный доклад и интересные выводы. В таком случае, можно ли говорить о том, что письмо к отцу является документом? Или же это ровно такая же, условно говоря, билетристика, фикшн, как и то, что мы называем прозой Кавки? Здесь ответ будет примитивным, как все мои ответы, и предельно однозначным. Это не просто документ, а документ, что называется парэкселленс, поскольку он документирует фундаментальную для Кавки реальность, которой являются его отношения с отцом. Другое дело, что осмысляя эти отношения в письме, а, собственно, на это он и потратил 120, написав 120 листов от руки, осмысляя, он приходит подспудно приходит, возможно, не желая к этому, к обобщению вообще реальности как трагического взаимоотношения рождающего и рождаемого начал вообще в мире. И именно производной от этой фундаментальной реальности становится его прозор. Но в любом случае, поскольку именно отношения с отцом для него первично являются масштабом реальности, то он является ее пленником. Поэтому, как письмо это документ в последнем смысле этого слова, так Кавка для меня в этом смысле реалист в последнем смысле этого слова, поскольку он является ее пленником и заложником этой самой реальности. Заложником реальности и необходимости ее, если не оценки, поскольку она заведомо для него невозможна, потому что он часть целого и целого не видит, Но хотя бы рефлексий вот этого целого. Так что это, безусловно, документ. Иначе еще в оба. Спасибо за возможность еще раз это как-то отрефлексировать. Спасибо. Коллеги, есть ли еще какие-то соображения или вопросы? Интересно, это письмо было отправлено? По каким-то причинам, которые я сейчас точно не воспроизведу. Спасибо.